здравствуйте такие подписчики и гости моего канала сегодня я хотел бы вам показать мастер класс по изготовлению вот таких красивых корон они у меня на заколочки вот такая изнаночка фетровая вот такая внутренняя серединка вот такой красивый получается внешний вид нашей короны такая синяя белая и сейчас мы с вами изготовим дело вернее розово-синюю очень красивую и так приступаем к изготовлению наших корон что нам для этого понадобится для изготовления наших красивых корон нам понадобится для вот таких узеньких красивых лепесточков я беру атласную ленточку розовую 5 на 5 и внутренние у меня лента шириной три с половиной и делает уже квадратики на три с половиной то есть пять на пять на три с половиной их нам понадобится от 15 до 16 штучек на рядок вот у меня в одной короне в лесов как-то 15 в другой 16 поэтому плюс-минус две штучки непосредственно основа основа я беру из наших вот таких из-под ленты есть вот такие узенькие из-под ленты 2 и 5 я их разрезаю она идет меня ну около где-то 38 так 38 для того чтобы его красиво обернуть я беру отрезать от ленты тоже 5 на 5 5 на 5 также для вот таких наших заготовок которых у нас будет от 5 до 6 штучек все зависит то есть если четное количество у нас будет вот тут у меня было четное количество поэтому у нас их у меня их 8 я через одну их ставил здесь у меня была нечетная поэтому чтобы не получилось рядышком я сделать через три то есть через три у меня их получилось 5 и внутри я добавляла такие же лепесточки как и непосредственно но такой заготовочки то есть мы сейчас проклеим и посмотрим но нам нужны они то есть три с половиной на три с половиной и точно так же я делаю три с половиной тоже на три с половиной такие фетровая основа которая будет прикрывать четыре с половиной сантиметра вот она заколочка у у меня 555 такая длинненькая и вот такая разовая шина ну то есть имитация под стразы она идет непосредственно здесь окантовочкой и так приступаем к изготовлению наших лепесточков берем наши атласную ленточку будем искатывать вот такие лепесточки складываем противоположные кончики и еще раз формируем тем самым прямой угол зажимаем точно так же мы сделаем с нашей парчевой ленточкой продавливаем теперь мы их составляем вместе уголочки должны ровно быть и соединяем краешки подравниваем все вот такой получается лепесточек отрезаем уголочек и спаиваем внизу вот такой получается лепесточек теперь нам нужно отрезать лишнюю часть вот так и оплавляем края задней стеночки вот такой получился лепесточек теперь нам непосредственно нужно сделать нашу основу я наношу клей на нашу основу и это делать для того чтобы мы определились какой нам необходим вернее количество наших вот таких лепесточков век повторюсь и в одном у меня получилось 15 другом 16 поэтому мы сразу проклеим первый ряд чтобы дальше было видно сколько нам либо хватит либо недостаточно вот так я обрезаю и делаем небольшие надрезы теперь аккуратненько наношу немножко клея и наши краешки полностью по окружности теперь вот такая у нас будет серединочка уже красивая аккуратненько теперь нам нужно сделать из белой ленты вот таким образом окантовку чтобы спрятать наши вот эти с краешки краешки нанесем клей по всей длине мы протянем нашу ленточку она вот как раз у меня по высоте проходит тот же наш кончик немножко его оплавим и полностью вот уже готова наша заготовочка теперь мы начинаем приклеивать наши лепестки наносим клей с изнаночки и подклеиваем таким образом чтобы верхушечка вот она верхушечка была сверху то есть низ четенько ровненько вот так ровненько не выделяется вверх и начинаем наносить клей наносить клей на наши лепесточки и вот так по всей длине мы их проклеиваем вот я проклеила полностью весь рядочек как я говорила получается то 15 у 16 у меня вошел 16 лепесточков то есть 32 на рядочек полу на корону получится таки теперь мы начинаем проклеивать второй ряд наносим клей наносим клей на бок и вперед и между лепесточками первого ряда сзади мы начинаем подклеивать наши лепесточки вот таким образом еще один проклею и сюда и вот так мы полностью между рядочек и второй рядочек проклеиваем между первым рядочком готова уже наша корона с лепесточками вот два рядочка я сделал теперь нам необходимо сделать и 8 вот таких заготовочек для этого мы берем два отрезочка парчевой ленты 3 на 3 3 5 на 3 5 если у вас другая ширина то можете другую брать у меня 3 5 на 3 5 ну кстати подойдет и 4 и и 2 и 5 даже подойдет складываем вот такой острый лепесточек аккуратненько его оплавляю и вот так мы подрезаем изнаночную сторону мы тоже оплавим вот такой получается лепесточек точно так же мы сделаем с розовой нашей ленточкой розовой мы чуть-чуть обрежем и вот так тоже мы подрежем готово теперь мы его сначала склеиваем два лепесточка парчи такие ушки получились и между ними розовенький проклеиваем и у нас получилось 8 таких заготовочек как я говорила девочки если у нас 16 влазит то я делаю вот как в этом случае тоже через одну теперь мы у нас 8 получилось у меня вот есть еще где получилось 15 то есть в рядочке лепесточков тогда я делала таких 5 и между ними проставляла просто парчу он кого как получается так получается так теперь мы начинаем их подклеивать и между рядочками верхнего верхних лепесточков вот между лепесточками мы их проклеиваем через одну гель видите через одну получается и точно так же мы их все проклеим вот я же проклеила смотрите как красиво уже вырисовывается теперь мы приклеим нашу заколочку я ее уже в дело фетровую нашу основу и зафиксировала клеем наносим на нее клей и прикрепляем к нашей короне так хорошенечко прикрепили если вдруг где-то у вас чуть-чуть выходит выходит но можно подрезать но у меня все четко принципе ничего не надо и последний маленький штрих это мы я вот отрезаю ленточкой в одну стразинку нашу шину и проклеиваю и проклеиваю ее по низу тем самым красиво оформляем нашу корону и вот так полностью по низу по окружности мы ее проклеиваем и вот наша корона готова такая красота для наших милых принцесс для наших девчонок на новый год вот такие красивые спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал и до новых встреч до свидания и и и и Продолжение следует...